На подготовку сочинских школ и детсадов к новому учебному году краевым и муниципальным бюджетами было выделено 100 миллионов рублей. Ещё 30 – это спонсорские средства от так называемых шефов. На эти деньги образовательные учреждения не только отремонтировали здания, но и позаботились о дополнительных мерах безопасности. Охрана и кнопки тревожной сигнализации – это полдела, отмечают власти курорта. Камеры видеонаблюдения должны охватывать весь периметр школьных дворов. То же касается детских садов. А в целом за антитеррористическую безопасность отвечают директора образовательных организаций. Большинство поставленную задачу выполнили. Претензий нет как у правоохранителей, так и у главы города. Анатолий Пахомов проинспектировал все учреждения образования города. Но тем не менее, чтобы ещё больше уделить внимание безопасности, нами принято решение о выделении финансирования. Финансирование выделено. И в течение месяца, в сентябре, максимум до конца года, в школах каждый сантиметр периметра забора должен просматриваться на мониторах. Это будут беспрецедентные меры, если не будет хворать у нас человеческий фактор. Безопасность в наших руках. Быть бдительным, быть внимательным. Ну и, конечно, мы власти города, правоохранительные органы, директора школ должны обеспечить полную безопасность и в День знаний, и, конечно, весь период учебного года. Все наши учреждения имеют периметральное ограждение. И было замечание Росгвардии. Были даны рекомендации поставить электромагнитный замок, что мы и сделаем до 1 сентября. Во многих учреждениях уже эта работа проведена. Необходимые перед началом учебного года мероприятия по обеспечению безопасности в эти дни проводят сотрудники сразу нескольких отделов полиции. Основная задача – это обеспечить безопасность на всех уровнях. Под особым контролем организации безопасности дорожного движения проводятся обследования уличной дорожной сети. Также непосредственно перед началом учебного года кинологической службой будут проверяться все школы и дошкольные учреждения. А вот другие меры профилактики экстремизма и идеологии терроризма в обновленных школах уже будут проводить сами учителя. В молодежной среде эта работа необходима, подчеркивает Анатолий Пахомов. Мы назначаем ответственное лицо в школе, которая следит ежедневно за изменением федерального перечня тех материалов, которые считаются экстремистскими, на сайте Минюста Российской Федерации. Эта работа ведется систематически. В четвертом классе все учащиеся изучают предмет основы религиозных культур и светской этики. Все общины национальные – это частые гости в наших образовательных организациях. К слову, праздничные линейки в сочинских школах состоятся в субботу, 1 сентября. А вот третьего, в первый учебный день, который совпадает с Днём солидарности в борьбе с терроризмом, во всех образовательных учреждениях города пройдут занятия по учебной эвакуации. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.